На какой исход рассчитываете? Серьезно думаете, что комментировать что-то будет? Как считаете, пройдет? Я даже не знаю, правда, как считаете, что пройдет? На входе в здание суда на вопросы журналистов Юрий Лапшин уверенно повторяет одну и ту же фразу. Но кажется, именно она выдает его неуверенность в исходе дела. В суд он сегодня приехал сам. На время следствия и процесса он под подпиской о невыезде. В зале сегодня тесно от журналистов и участников процесса. Судья объявляет, заседание будет открытым. Стороны не против. Прокурор начинает зачитывать материалы дела. Оказывается, экс-премьера Крайла Пшина обвиняют сразу по двум статьям. Превышение полномочий в деле о проектировании метро, а еще в лоббировании интересов фирмы при заключении госконтракта на лесоперерабатывающее производство в Лесосибирске. Таким образом, Лапшин совершил преступление, предупреждение, частью первой статьи 169 Уголовного кодекса Российской Федерации, воспрепятствование законной предпринимательской деятельности. На чтение материалов дела ушло больше получаса. После судья интересуются, признают ли обвиняемые вину. Вину в предъявленном обвинении признаете? Нет, конечно, не признаю. Показания желаете давать, если да, на какой-то стадии? Да, после представления о стороне обвинения, соответствующие обязательства. На соседней скамье еще один фигурант дела – Константин Мандров, бывший руководитель Краевого транспортного управления. Его также обвиняют в превышении должностных полномочий по делу о проектировании метро. Вину не признает, но не так уверенно. И, похоже, может еще поменять свое решение. Показания желаете давать, если да, на какой стадии? В данный момент не желаю. После изучения материалов дела, конечно, желаю. Юрий Лапшин – первый в крае чиновник такого уровня на скамье подсудимых. С 2018 года он возглавлял краевое правительство. До этого был первым замом главы соседней Хакасии. Его считали тяжеловесом региональной политики в команде Александра Уса. Свои полномочия в крае он сложил уже будучи несколько месяцев под следствием с приходом нового руководителя региона Михаила Катюкова. Следователи предполагают, Лапшин дал указание министру транспорта Константину Диметрову подписать акт якобы выполненных работ Красноярск-Тесиза. Компания должна была актуализировать схему Красноярского метро за более чем 750 миллионов рублей и пробурить для этого больше 600 скважин. По факту пробурили только треть, считает следствие. Диметров уже осужден на три года и два месяца. Глава ТИЗИ из Митволь на четыре с половиной года. Оба признали вину. Судить Лапшина и Мандрова будут дольше. Следующее заседание – 9 октября. Мне кажется, у вас архива съемок со мной. Что-то сегодня. Лет на десять. Вам не кажется несправедливым участие ваше в этом процессе? Давайте об этом поговорим после уменьшения судебного следствия. Давайте дождемся. Сегодня будет самое начало. Дело Красноярского метро самое громкое и дорогое в край за много лет. Но главный вопрос, который пока остается без ответа, и вероятно только Юрий Лапшин в ходе заседания сможет на него ответить. Зачем краевые власти приняли неготовые по факту проекты планировки метро, которые потянули за собой целую цепочку уголовных дел. Алена Крашенинникова, Никита Сегай. Новости Прима.